Прошел год с момента презентации книги Светланы Капанжи «Гагауза и Болгары Бессарабии» в Первой мировой войне, на которой родилась идея по воздвижению памятника погибшим в военных действиях. Сегодня в публичной библиотеке состоялась презентация проекта, монумента, который был подготовлен уроженкой Тараклии, выпускницей Политехнического университета Молдовы, дизайнером Алиной Посларь. Председатель фонда «Былгарский дух» Олег Косых вышел к ней с предложением. У меня сразу возник момент понимания того, что я хочу это делать. Мне очень захотелось что-то оставить после себя и сделать для Тараклии такой душевный порыв у меня был, и я хотела сделать. Памятник у нас составляет 2,5 метра. На данный момент мы концепцию проекта остановились на этом. Сам участок занимает около 9 соток. Плитка у нас составляет чуть больше 3 соток, 300 с чем-то квадратов. И концепция проекта – это металл, камень, дерево. Я хотела объединить людей. Такой, наверное, социальный какой-то проект, чтобы не просто это был памятник и все. Я хотела, чтобы люди задумывались вообще о прошлом, о настоящем и о будущем. Памятник, объединяющий поколения и времена. Среди участников презентации были люди, которые имеют непосредственное отношение к событиям 1914-1918 годов. Петр Ризов – прямой потомок ветерана войны Степана Ризова. Мой дед Ризов Степан Иванович был участником Первой мировой войны. Дело в том, что он простой крестьянин. Война началась. У него было в то время пятеро детей. И он поехал воевал. Воевал уже как позже, я узнал, доблестно. У него было несколько медалей, которые, к сожалению, затерялись. И Георгиевский крест, который сохранен, и он находится у меня. Я горжусь своим дедом. Мне очень приятно, что люди узнают о том, что приходят, хотят посмотреть на этот Георгиевский крест. И в Молдове таких памятников нет, потому что это действительно забытая война. И этот памятник очень нужен. После представления проекта начались обсуждения, чьи имена будут увековечены на этом памятнике участников или погибших в Первой мировой. На каком языке будут надписи, кто будет принимать участие в реализации проекта и каковы последующие шаги. Наша задача не разработать проект, найти финансирование и, по-простому выражаясь, воткнуть его в какое-то место в Трекли. Наша задача вовлечь в этот процесс максимально большее количество людей. Прежде всего потому, что люди должны сами, пусть понемножку, пусть сложно, обустраивать, благоустраивать свою жизнь именно в городе Трекли. Мы четко понимаем, что никто, кроме нас, нашу жизнь лучше не сделает. Мы не можем надеяться на чудо. Вот этот памятник, это такой отличный пример, как это может произойти. Причем здесь могут участвовать буквально все категории людей. Обратите внимание. То есть молодые люди могут своими физическими усилиями помочь по благоустройству. Люди среднего поколения могут поучаствовать своими знаниями. Или, например, в материальном плане. Те, кто постарше, могут способствовать выявлению имен погибших или участников. Согласно проекту, из предложенных вариантов по земельным участкам, где этот памятник может быть воздвигнут, максимально подошло место на пересечении улиц Олимпиапанова и Ленина. Предварительная стоимость проекта – около 200 тысяч лей.